У нас в гостях Сергей Курьянов, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Таврической академии КФУ имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, мы знаем, что сегодня Пушкинский день, с чем вас тоже поздравляем. Но вот скажите, русский богат, язык, он, конечно, богат, велик и могуч. А вот всё ли у нас так хорошо? Нет ли у нас проблем в русском языке? Ух ты. Я пришёл говорить о Пушкине, а не о русском языке. Проблем в русском языке нет. И если мы имеем в виду, например, большое количество всевозможных заимствованных слов, которые сейчас в русском языке пытаются ужиться, да и уживаются, то русское в России это уже переживало. Переживало уже в начале 18 века, в петровское время, когда немецкие, голландские, английские слова заполонили буквально жизнь, когда они вытеснили массу русских слов, заменили массу русских слов. Но остались, в общем-то, очень немногие из этих слов. Поэтому я думаю, что русский язык настолько действительно велик и могуч, что он переварит, переживёт и усвоит только то, и освоит только то, что в русском языке, что русскому языку необходимо, что приносит какие-то новые смыслы. И действительно, но по-настоящему невозможно говорить о поэте, не затрагивая русский язык, потому что даже его влияние на, насколько я понимаю, современную литературную речь было колоссальным. Вот в чём оно заключалось, собственно? Может быть, он принёс какие-то инновации в русский язык? Ну, Пушкин считается, по сути дела, родоначальником современного русского языка. До этого и у Державина, и у Карамзина, того же учителей, по сути дела, и у Жуковского, учителей Пушкина, конечно, был очень богатый язык, но Пушкину удалось это всё как-то объединить вместе, сделать его насыщенным, самыми различными. Пушкин не боялся пользоваться языком. Это то, что очень многих останавливает, ну, в частности, филологов, потому что филологам как-то привычно говорить литературным русским языком. А в целом, главное для того, чтобы быть великим поэтом, главное всё-таки не бояться языка, чувствовать его, жить им. Ну вот, если я не ошибаюсь, вы меня, если что, поправите. Ведь в его разных произведениях, ну вот есть ранние, есть попозже, которые там же совершенно как будто два разных человека писали. Это связано с просто эпохой. Каждая эпоха даёт свой стиль. И он сначала пользовался стилем, естественно, предыдущей эпохи. Эпохи Карамзина, Жуковского, даже Державина, который его заметил и в гроб сходя благословил. Вот. И это одно. А потом он, во-первых, стал человеком другой эпохи, а во-вторых, он сам эту эпоху создал. Вообще, если говорить о Пушкине, то вот самое главное, всё время приходит на память, когда вот меня просят поговорить о Пушкине, на память приходят слова Блока. «Память наша хранит с малолетства весёлое имя Пушкин». И вот это вот самое весёлое имя, это действительно очень важно, потому что от этого не только... На этом строится не только русская литература. Великая русская литература, современная русская литература, вот вся русская литература, начиная с Пушкинской эпохи. У меня... Я убеждён в том, что каждый народ так или иначе создаёт человека, человека, и прежде всего это выразитель духовной жизни нации, а в русской духовной жизни это прежде всего Пушкин, создаёт человека, который полностью народ выражает. Вот от начала до конца, то, что называется, с низов до верхов. А потом, благодаря тому, что он нашёл это выражение, он начинает влиять и на последующие эпохи. Вот в каждом из нас есть Пушкин, именно потому что без него нельзя, потому что, как сказал Аполлон Григорьев, Пушкин – наше всё. И действительно, мы, собственно, начинаем свою жизнь, нам читают стихи Пушкина, сказки Пушкина, и мы запоминаем это. И так или иначе Пушкин нас сопровождает. И это не зависит от того, кем мы работаем, где мы служим, что мы делаем, какая профессия. Действительно, его знают все в любом возрасте совершенно. А я вот сейчас подумал, да, у лукоморья дуб зелёный, знают, наверное, ну вот нет человека в этой студии, да нигде, кто, да, золотая цепь над бетом не продолжит обязательно. Я думаю, что да. Но вообще по-разному, конечно, приходит. Кто-то, конечно, и не знает, это действительно с малолетства, но это... Вот почему это самое лукоморье, о котором мало кто знает, да, и кто понимает эти слова, почему дуб зелёный и всё прочее, этот код, всё, оно запоминается, всё так усваивается. В этом магия слова, именно пушкинского слова, потому что он себя... Ассоциация очень яркий вызывает всегда, вот знаете, вот почему, мне кажется, в чём специфика ещё этого поэта, он настолько яркие образы приводит, и ты их как-то видишь, даже если ты как-то визуализируешь. Вот поэтому я и говорю, что вот эта магия слова, она... Вы начали разговор о русском языке. Да, это очень здорово, что у нас есть русский язык, но он великий и могучий, потому что в нём прежде всего был Пушкин, потому что Пушкин прежде всего пользовался русским языком. Недавно довелось встретиться с замечательным переводчиком Пушкина, Джулианом Лоуенфельдом, вот, он приехал к нам на великое русское слово и заехал в Крымский федеральный университет. Американец, который с массой всевозможных национальных корней, для которого Пушкин... Это... Это... Вот... Не просто часть жизни, это, собственно, вся его жизнь. Он им живёт, он им дышит, он его переводит, несмотря на то, что является юристом. Да, и профессию. Это вот так вот ощущение литературы, ощущение величия поэта, при том, это величие, это не потому, что мы говорим, великий поэт, Пушкин, а потому что чувствует, что он наполняет всю жизнь. Вот он вот так вот входит. Поэтому вот даже американец, который не знал русского языка, который бы выучил ради Пушкина, вот таким вот образом... Не можем, да, не можем не то, чтобы не удивиться, а не согласиться, потому что так оно и есть. Ну что же, вам большое спасибо. У нас был Сергей Курьянов, напоминаю, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Таврической академии КФУ имени Вернацкого. Продолжение следует...